Юлия Плешкова, камчатская горнолыжница, чье имя известно не только на полуострове, но и далеко за его пределами, снова показала класс. Девушка выиграла золотую медаль чемпионата России по горнолыжному спорту, который проходит сейчас на комплексе «Морозная» в Елизове. Во второй день соревнований Юлия выступила в дисциплине «Скоростной спуск». Рада, что выиграла на домашней трассе. 116 км в час выглядит как что-то невероятное. Для тебя как? Ты уже привыкла к этим скоростям? На первой тренировке оно для меня тоже что-то невероятное, а когда проезжаешь несколько тренировок, на вторую оно становится привычным. Хотя, допустим, все равно она растет с каждой тренировкой, эта скорость. И как-то не ощущаешь, потому что тебе же нужно концентрироваться на том, что ты делаешь, поэтому так скорость уже не ощущается. Но судя по тому, что если у тебя не получается что-то делать, значит ты еще чувствуешь это. Юлия Плешкова преодолела дистанцию за 1 минуту 5 секунд и 95 миллисекунд. Серебро получила спортсменка Краснодарского края Василиса Новикова, которая прошла трассу за минуту 7 секунд 19 миллисекунд. Третье место заняла представительница Московской области Ольга Покребицкая. Ее результат – минута 7 секунд 81 миллисекунда. Очень приятно дома выступать. Совершенно другая атмосфера и настрой другой. На самом деле, как-то даже спокойнее это все. Мне нравится дома соревноваться. По итогам первенства России по горнолыжному спорту победителем стал представитель Санкт-Петербурга Иван Мизинцев. Серебро взял участник из Калужской области Дмитрий Чудный, а бронзовую медаль завоевал спортсмен Сахалинской области Николай Попов. Напомним, в первый день соревнований камчатский спортсмен Иван Кузнецов занял третье место в чемпионате России по горнолыжному спорту в дисциплине «Скоростной спуск». Соревнования проходят на Камчатке с 11 по 22 марта на горнолыжном комплексе «Морозное» в Елизове. В них принимают участие около 120 лучших спортсменов из 14 регионов страны. Официальная церемония закрытия соревнований запланирована на 21 марта.